В этом же и есть некое столкновение, потому что, с одной стороны, есть понимание Запада о том, что произошло исчерпание возможностей для переговоров, каких-то иных путей, кроме военного, а с другой стороны, есть продолжающаяся моментами нерешимость закончить его военным путем, поскольку остаются прежние страхи. Они никуда не деваются, в части элит, даже тех, которые совсем не симпатизируют Москве, а что и каких реакций и рисков ждать, если, так сказать, дать настоящее оружие, создать дополнительные санкции, которые уничтожающие санкции. Они, возможно, ну, когда коридор ты предлагаешь не 65-70, а 5-7 долларов, да, ну, так вот, возьмем по-крепкому. Когда, знаете, вот как у нас ночью с 28 на 29 самолет, ноября, разбомбил базу в Царе, да, так сказать, ЧВК Вагнера, я вот специально у себя в Телеграм-канале ссылку эту поставил, а просто взять их всех убить. То есть, вот такие терминальные решения, арестовать дочку Пескову, ну, мы понимаем, как это, создать лагеря, как это для японцев создавали, нелояльных, ну, их никто не трогал в Америке, не убивали, ничего, они просто на период войны, значит, находились с прочисткой, чтобы они поняли, что означает патриотизм и мезопатрия, ты по отношению к кому. Вот для того, чтобы от политического решения до военного есть дистанция, которую Запад все еще никак не может пройти. Вот для себя они все решили, для себя они определились, им не надо друг друга больше убеждать, ну, лучший пример там у Германии, да, с позиции Шольца от... Но Германия просто отвязалась полностью. А потому что она является неким образчиком, она есть картинка во всей этой, значит, главная иллюстрация во всей этой проблематике. Политически решили, а вот дальше начинается дать патриоты, не дать патриоты, да, и дискуссия опять. Дать тяжелую технику бронированную Германией, те же самые танки, о которых продолжается разговор, не дать. Дать эти атакам с уже измученной всеми тема и так далее. Ведь мы же понимаем... Противно название произносить. Конечно. То есть мы же понимаем, что если вот это вот все дать, то произойдет тот же эффект, как он был в августе, когда вдруг появились химарсы, их не было до августа. И о ужас, так сказать, оказалось, что им нечего противопоставить. Что на самом деле это меняет действительно картину войны по... Казалось бы, это всего лишь железо. Набор технических деталей. А вот подишь ты, у тебя ни складов, ни командных пунктов, и страх. Панический страх армии противника, который не знает, а что делать в таких ситуациях. Как быть, когда ракетный снаряд летит на 80 километров и прилетает с точностью до одного метра. А что с этим делать? И вот тот последний гирька на этих весах, который переломит все, она и является проблемной, потому что Запад постоянно ждет реакции Москвы. Запад все время готовится реакции, которой не будет. Вот о чем речь. Не будет, не будет, да. Вы знаете, и, конечно, еще вот такая подлинненькая мыслишка. А украинцы, мы их приговорили к смерти, а украинцы сами справятся без всякого нашего риска. Вот они рассуждают так. Вот тот уровень, который мы вставляем сейчас. Да, они вот... И вчера в Бухаресте было подчеркнуто, что все артиллерийские эти ракеты для Хаймарса, вот все это будет поставляться. Вот там в Камерике написано, мы увеличиваем и будем поставлять и увеличивать поставки. Вот текущие поставки, вот на сегодняшний день принципиальные, они будут увеличиваться. И они считают, что украинцам этого достаточно для держания победы, но русские уже к этому привыкли, на это как-то никак там сумасшедшие не отреагировали. Так давайте лучше пусть спокойно, мы уже все сделали. Ну не за две недели, а за два месяца украинцы с этими темпами с ними докончат, и они сдохнут. Пусть они сдохнут там. А кто их знает, вот после взятия того же Мелитополя они могут сдохнуть и все. Давайте, если они видят эту концовку вообще с нулевым риском для себя. Да, они ищут все время концовки с нулевым риском. И в этом проблема. Вот они вот сейчас считают, что они ее имеют. Вот сегодняшний уровень поставок. Это же нулевой уровень обеспечивает, нулевой риск обеспечивает. Ну, я бы сказал так, что динамика-то видна, она есть. И мы отодвигаясь в горизонт до начала войны, до 24 февраля, и того, что происходило тогда, когда споры стояли о пехотных вооружениях, там, стингеры, да вы что, какие стингеры, а помните? Мы афганцы, поставляем стингеры, чем это кончилось? Значит, все будет на черном рынке или вообще... Жабелина два года шла борьба, да. А вот сейчас мы перешли на какой-то новый уровень, где дискуссия идет чуть ли не о самолетах F-16, о, так сказать, бронетехнике, о ракетах, о, в конце концов, беспилотниках, которые летают на тысячу километров. Но проблема для них заключается именно в этом, что Запад всегда хотел оставлять для себя возможность задней двери, что ли, чтобы, если вдруг пойдет все непредсказуемо, то они могут, так сказать, отыграть всю ситуацию назад, чтобы не было чего-то терминального, такого необратимого. Почему? Потому что, ну, Путин слабый, в принципе, если ты не знаешь, что будет дальше, устраивает больше, нежели кинуться в пучину риска, что действительно начнется полураспад или распад самой страны с непонятным владением ядерным арсеналом, а это всегда маячит где-то там. И Москва всегда эксплуатировала этот тезис. Всегда мастерски, значит, ну, при путинских четверти века умело это использовать, пугая потенциальными рисками, опять же, нереализуемым, быть может, но благодаря этому получается что-то конкретно сейчас, а не где-то там. В области психологии они реализуются. Надо дать. Я, Таняш, 15 лет работал, и 15 лет, начиная с 2008 года. И какой-то он остается, конечно, остаточным. Ну, вот они так ставят вопрос, что вопрос, или украинцы все равно победят, или через две недели, или через два месяца. Вот если через две недели, это сопряжено с определенным, ну и черт с ними, значит, давайте. Но после того, как Столтенберг сказал эту фразу, она же не случайно у него выскочила, он же, это все согласовано с руководителями всех стран. Что украинцы платят кровью за нас. Ну, конечно. Он это сказал. Вот это неужели не перевесит на чашу? Это область морального, так сказать, оценки. Это то, что они в себе гасят. То, что они пытаются... Ну, во всяком случае, вот мне... Рациональному расчету. Во всем этом обвале вот этих антипутинских заявлений, мне очень ценна только вот эта фраза Стоп. Потому что она оставляет надежду, что этот моральный фактор все-таки скажется в какой-то момент. Ну, в частности, я не знаю, ну, все решается, мы вступили в решающий этап этой битвы, это Четвертый мировой. Важно, завтра начнут они массированный ракетный обстрел или послезавтра. Каждый ракетный обстрел сейчас русским стоит не только определенного количества кончающихся ракет, но он опасен тем, что вот эта моральная капля крови, проливаем украинцам, она пробьет эту броню осторожности. Нет, это совершенно справедливо. Москва-то усугубляет, и не осознавая этого, считает. Москва усугубляет, да нет. Да, да, да. Без этого мудацкого заявления Пескова, но оно же было еще развито и Лукашенко. Это же тоже все... Лукашенко на настоящий день говорит. Причем, я еще раз повторяю, меня часто ругают, я повторяю одно и то же, но это очень важно. Лукашенко сказал вот эту фразу, которую я сейчас повторю, находясь там в пяти или десяти метрах от Путина, в кулуарах саммита в Еливане. И Путин не выскочил и не заорал. Нет, нет, не слушайте его, он жжет. Лукашенко сказал, Владимир Владимирович, какие цели ставил перед собой 24 февраля 22-го? Он ставил целью уничтожения украинского государства. А сегодня, какую он цель ставит? А сегодня он ставит уже другую цель. Он ставит цель уничтожения украинского народа. Да, как такового. Поэтому сделайте вывод и немедленно согласитесь... Садитесь за стол переговоров, да. На стол переговоров об уничтожении украинского государства. Согласитесь, уничтожение украинского государства или мы с Владимир Владимировичем уничтожим украинский народ. Но это же все слышат на Западе. Нет, бесспорно. Нет, вот эта капля крови в речи Стотенга, она может перевесить все.